В Северную Осетию с рабочим визитом приехал заместитель руководителя федерального казначейства Александр Демидов. Совместно с ВРИО первого заместителя председателя правительства республики Аланом Ужеговым принял участие в совещании с сотрудниками казначейства. В ходе встречи обсудили главную тему – казначейское сопровождение целевых средств. Александр Демидов ознакомил присутствующих с целями и задачами, которые стоят перед управлением и казначейской системой в целом. Ранее возможности внедрения системы казначейского сопровождения государственных контрактов по социально значимым и рискоемким направлениям говорил Сергей Миняйло. Он отметил, что она позволит повысить уровень прозрачности расчетов по государственным и муниципальным контрактам. Также рассмотрели вопросы деятельности управления, а также основные направления развития. «Понимаем, что для бизнеса, для отдельных подрядчиков республики данная новость на первом этапе будет не очень радостной, потому что придется затратить определенные усилия на то, чтобы подготовиться к этой работе, ну и ошлять свою деятельность по исполнению государственных и муниципальных контрактов на территории республики уже в новом формате, в формате казначейского сопровождения. Мы, с моей стороны, должны, конечно, вот этот период адаптации максимально загладить». «Теперь же в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год, в частности, статьей 5, предусмотрено, что есть категория рискоемких направлений, по которым денежные средства по госконтрактам, юридические лица получают на счета в казначействе и, соответственно, расходуются при использовании такого инструмента, как казначейское сопровождение, что минимизирует и препятствует каким-то недобросово-известным действиям в части исполнения государственных заказов». Также Александр Юрьевич поздравил присутствующих с праздником. В этом году Управлению Федерального казначейства по республике исполнилось 27 лет.